Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета Госдумы, депутата Государственной Думы Алена Аршинова. Алена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте! Алена Игоревна, давайте поговорим о последних заседаниях Государственной Думы, комитета Госдумы. Я знаю, что вы недавно встречались с министром связи Николаем Никифоровым. А вот о чем там шел разговор? Вы знаете, фракция действительно приглашает время от времени представителей правительства, профильные министерства, для того, чтобы мы смогли задать интересующие наших жителей вопросы. И, естественно, один из, мне кажется, важных вопросов для Чувашской Республики – это продолжение вещания национального телевидения. И, конечно, вы знаете, что сейчас идет тенденция, и законодательство, и все распоряжения правительства сейчас говорят о том, что мы переходим в цифру. И я знаю точно, что очень много региональных ТВ, и в том числе и наше региональное телевидение, вещает в аналоговом режиме. И, к сожалению, пока ни в первый, ни во второй мультиплекс мы не вошли. Собственно, об этом был мой вопрос. Каким образом мы сохраним жизнеспособность нашего национального телевидения, которое очень важно для Чувашской Республики? И со мной согласились коллеги других регионов, других национальных республик с тем, что этот вопрос важен, его нужно решать, откладывать его нельзя. Потому что буквально не хватает действительно и рекламы для поддержания собственной жизнедеятельности. И очень интересные выходят авторские программы, и это действительно смотрится и ценится жителями наших республик. Поэтому, собственно, какое было принято промежуточное решение, Николай Анатольевич сказал, что пока что закрывать не будут. И пока переход действительно на цифру сохраняется. Самым главным мнением будет это мнение самого региона, жителей региона. Если будут за сохранение телевидения, то сохранится телевидение. И второе, это пока тоже промежуточное решение, которое пока не реализовано, возможно, необходимо будет в ближайшее время принимать закон об этом. Это, возможно, попадание одного регионального канала и одного городского канала в мультиплекс. Вот об этом мы говорили, и пока, к сожалению, еще нет точного решения этого вопроса. Но сама суть, что большинство представителей депутатского корпуса понимают эту проблему, чувствуют ее и, главное, акцентируют внимание. То есть в ближайшем будущем, возможно, на такие телеканалы, как национальное телевидение, обратят внимание и разрешат какой-то конфликт. Но мы на это и рассчитываем как раз. Алена Игоревна, еще знаю об одной вашей интересной инициативе, опять же, связанной с ВУЗами. Вы вплотную работаете над проблемой и общежитий, и студентов, и теперь вы решили помочь молодым мамам-студентам. Расскажите об этом подробнее. Мы с Миноборнауки давно обсуждали эту инициативу, и очень хорошо, что в ближайшее время эта инициатива уже, надеюсь, будет принята в Государственной Думе. Надеюсь, мы успеем это сделать в весеннюю сессию и до закрытия, до окончания работы шестого созыва Государственной Думы. Поэтому чуть-чуть расскажу вам о ней. Очень часто случается, что во время учебы студентки беременеют, создают семьи, и, конечно, очень важно их поддержать. Во-первых, не хватает дошкольных групп до трех лет. Все равно сохраняется нехватка таких групп. Очень часто сами студентки, например, когда приходят сдавать экзамены или, например, посещать важные для них предметы, при полном понимании педагогического коллектива, все равно испытывают трудности. Например, я столкнулась с этим каким образом? Моя подруга, у которой уже пятеро детей, столкнулась с этой проблемой, потому что у нее уже был маленький малыш, она уже была беременна, и, естественно, ей негде было и не с кем оставить ребенка. Если бы, вот она сейчас по приветственному инициативу, если бы была такая возможность, она бы обязательно оставила ребенка в дошкольной группе, которая со всеми соблюденными санитарными правилами и нормами была бы организована, которая была бы и лицензирована, и которая действительно бы вобрала в себя хороших педагогов, и можно было бы там оставить ребенка, например. Но, к сожалению, по стране всего в 19 университетах созданы дошкольные группы. И я надеюсь, что с этой инициативой в каждом университете будет создана именно дошкольная группа, где можно будет разместить ребеночка во время учебы мамы. Вы знаете, какое образование у нас становится. У нас в ближайшее время уже будет в полной степени работать проект российская электронная школа, когда виртуальное станет реальным, когда университеты заканчивают работать в режиме заочного обучения. То есть ты можешь из дома в дистанционном режиме получать образование, ты можешь прикрепиться к любому университету в мире. Поэтому мне кажется, что университеты наоборот заинтересованы открывать как можно скорее такие дошкольные группы, чтобы привлекать именно к себе абитуриентов. Алена Игоревна, давайте поговорим немножко, может быть, о приближающихся датах. 22 мая пройдет предварительное голосование Единой России по выборам кандидатов в кандидаты, скажем так, Государственной Думы. Вот что вы по этому поводу думаете? Мне приятно, что вы следите за событиями во внутрепартийной жизни. Действительно, мы в эти дни друг другу конкуренты, не только партнеры, но еще и конкуренты. Потому что Единая Россия решила сделать такой фильтр и сделать более публичной свою работу, показать, каким образом выдвигаются кандидаты в депутаты. И, пожалуй, мы единственная политическая сила, которая действительно открыто дебатирует. Потому что вы знаете, что уже принят Государственной Думой закон о том, что дебаты будут сопровождать нас на всех выборах, вне зависимости от уровня выборов. И, конечно, уже сегодня наши кандидаты должны быть конкурентоспособными по сравнению с другими политическими партиями, потому что у них тоже есть сильные лидеры. И наши лидеры тоже должны закаляться и показывать, в том числе и свою связь с избирателем. Потому что праймерис, предварительное голосование, это в первую очередь возможность привлечь единомышленников, тех, для кого ты работаешь, тех, кто выступает за тебя, тех, кто готов прийти и тебя поддержать. Конечно, интересно было проходить сами дебаты, и я очень признательна, что журналистское сообщество следило за этим. Потому что мы были вынуждены подписать меморандум о ненападении друг на друга, потому что, конечно, нельзя было здесь подыгрывать другим партиям, потому что мы знаем, за что друг друга покритиковать. Мы знаем ошибки и промахи друг друга, уязвимые места. И, конечно, нельзя это опубличивать для того, чтобы кто-то этим пользовался. Мы стараемся в непубличном пространстве об этом друг другу подчеркнуть и работать над своими ошибками. А здесь открываются 22 мая, в воскресенье, счетные участки, участки для голосования. Их будет 38 в Чебоксарах. 236, по-моему, по республике? Да, 236 по республике. Естественно, я надеюсь, что будут заинтересованы жители, которые готовы будут прийти и отдать свои голоса. Потому что, если жители не придут, то, по сути, праймерис, конечно, не состоится. В основном люди известные баллотируются, и вы видели кандидатов. Это и действующие депутаты, и действующие министры, депутаты абсолютно разных уровней. И, естественно, основным пунктом, обязательным, это встречи с жителями, является во время предварительного голосования. Очень хорошо, что в моей работе встречи с жителями – это вообще основное, что я делаю. Потому что я представляю интересы жителей республики. И, собственно, на основу, в том числе, и свою законопроектную деятельность именно на запросах жителей. И, конечно, я понимаю, что мне есть что рассказать. Это дополнительная площадка для меня. Еще раз подчеркнуть о результатах, о том, что сделано, и что еще не успела сделать, но хотела бы. И именно поэтому предлагаю себя в качестве кандидата. И, конечно, здорово, что можно еще раз проверить и себя на прочность, и дать сигнал своим единомышленникам, что я готова работать еще. И мы посмотрим, будут ли желающие отдать свои голоса за меня. Мне бы очень этого хотелось. Ну и в рамках подготовки к предварительному голосованию вы всю эту неделю приведете в Чебоксару. У вас встречи запланированы какие-то, да, там, выезды в районы республики. Да, абсолютно верно. Я стараюсь объехать все районы. И буду в Маргашском районе, буду в Батырево, в Канаше. И это только ближайшие планы. Поэтому постараюсь посетить и образовательные организации, и детские садики, и школы. И у меня запланированы приемы граждан, и встречи. Спасибо большое, что были это время с нами. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы Алена Аршинова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!